Меня поразило, что в русскоговорящем сегменте еще нет подобных роликов. Видимо, русские блогеры думают, что их это не коснется, либо еще не дошла информация. Но в немецкоговорящем сегменте, а также в французском, испанском, итальянском буквально паника. Появляются один за одним соответственные ролики. Я решил поделиться с вами, потому что все видится, в общем-то, не то что веселым, а просто в совершенно страшном свете. Итак, этот ролик называется «Почему в следующем году Ютуба больше не будет?». Собрал он, как вы видите, два с лишним миллиона за несколько дней. Этот ролик находится в тренде. И что вот самое главное, я не хочу его весь переводить, потому что на это уйдет очень много времени, я приблизительно расскажу, о чем там речь. Дело в том, что Сузана Вайжицкий, это генеральный директор Ютуб, обратилась с письмом ко всем пользователям Ютуб и блогерам в связи с тем, что ситуация в Ютуб становится просто ужасающим. Вот это ее письмо. Она говорит о том, что число блогеров достигло больше одного миллиона и всего лишь за несколько минут загружается больше 450 часов различного контента. Но дело в том, что все каналы, которые есть на Ютуб, все, к чему вы привыкли, то, что касается музыки и всего остального, может быть в следующем году уничтожено. А останутся только каналы, касающиеся официального телевидения, то есть общепринятые СМИ, а все, что вы привыкли смотреть, юмор, кино, музыку, детские каналы, все это в одно мгновение перестанет существовать. Из-за закона, который собираются принять весной 2019 года в Евросоюзе. Это так называемый закон или артикль 13, вот вы сейчас видите, или статья 13, гласящая о том, что все, что касается музыки, фотографий, на всех социальных платформах, вот сейчас послушайте, это касается Инстаграм, это касается Фейсбука, всего будет заблокировано. Почему? Вот здесь показывается, пожалуйста, Инстаграм, все, что касается книг, музыки, одним словом, вот приблизительно в таком состоянии сейчас находятся все блогеры в Европейском Союзе. Дело в том, что ужесточение вот этого права, авторского права по использованию будет грозить буквально многомиллионными исками Гуглу и конкретно Ютуб, потому что правообладатели, авторы, например, песен, писатели и прочие будут непосредственно подавать в суд конкретно на Ютуб, на Инстаграм, на Фейсбук. И в связи с этим сильно большие потери, и Ютуб, другими словами, не сможет позволить себе нахождение блогеров на этой платформе. Вот обыкновенные люди, которые годами занимались этим, которые множество часов своей жизни посвятили этому, многие в 10-5 лет и прочее развивали свои каналы, все они вот так вот, как на этих картинках, будут исчезать один за одним, или, как говорит генеральный директор, просто в одно мгновение могут исчезнуть миллионы ваших любимых каналов. И больше ни о чем нельзя будет рассказывать, ни о технике, ни о фильмах, ни о музыке, ничего комментировать нельзя будет. Тем более политика, об этом даже нет речи. Вот любые информационные программы, связанные с обучением, все это прекратится и закончится. Точно так же касается изучения языков. Все, что вы раньше информацию получали о каких-то, например, инструментах или использованием каких-то материалов, все это прекратится. Останутся только официальные СМИ. То есть те каналы, которые официально работают на телевидении. Но если в русском сегменте сравнивать, то это Россия-24, Россия-1 канал и прочее. В Германии это ARD, CDF. И Google не сможет ничего пропустить. То есть все, что до сих пор фильтровалось, вот все вот эти платформы будут закрыты. И это удар прежде всего по свободе слова. Как говорит генеральный секретарь, она призывает сопротивляться. Она говорит о том, что мы не должны допустить, чтобы этот закон вышел. Потому что под маркой борьбы с фейк-ньюс, они хотят просто заткнуть на всем рты. Если они примут этот закон, то, к сожалению, YouTube ничего не сможет против этого сделать. И они будут вынуждены пойти на это. И она призывает всех участвовать в этой акции. Save you Internet. Призывает сопротивляться, если все-таки будет принят этот закон. Потому что они сами, сам YouTube, вот эти граждане, собираются принять этот закон. Небольшая кучка хочет лишить нас всех свободы слова под якобы маркой того, что нарушение авторских прав. На самом деле они просто прикроют эту площадку YouTube как таковую для того, как считает генеральный секретарь, для того, чтобы вернуть себе монополию на новости. Потому что все официальные каналы во всех странах несут, конечно, колоссальные убытки. Так как зрители просто уходят от телевидения и все находятся сейчас на YouTube. Это интересует всех во всем мире, любых возрастов. И, естественно, официальным СМИ это не нравится. Вот такие печальные новости. Я не знаю, насколько это будет касаться именно России. Касается ли это только Европы. Скорее всего, это будет касаться именно всех. Потому что YouTube ужесточит правила абсолютно для всех. Если они начнут уничтожать какую-то часть блогеров из ЕС, то это точно так же заденет и контент из России. Потому что не может быть так, чтобы, например, здесь было запрещено рассказывать, скажем, о продукции Bosch. А какой-то русский блогер будет делать с субтитрами. И, опять же, все будут смотреть эти блоги. Это невероятно. Более того, я смотрел даже сейчас выпуск одной семьи. Вот они здесь рассказывают, жалуются на эту ситуацию. Они тоже в шоке, как и все остальные. Вот эти все три человека. И все трое являются видеоблогерами. То есть отец, сын и мать. Каждый рассказывает о своей тематике. Они говорят о том, что они существуют за счет YouTube. Они зарабатывают на YouTube. Они много лет положили для создания своих каналов. И отец буквально говорит следующее. Что смотрим, как это будет распространяться. Будет ли это касаться всех остальных стран. Или коснется сейчас только Европы. Но, скорее всего, все-таки нет. Все-таки есть подозрение, что это коснется всех. Тут долго нельзя думать и один плюс один прибавлять. Раньше были СМИ и был YouTube. Телевидение нам все диктовало, что нам смотреть. И люди через телевидение перешли в YouTube. Ну и, естественно, им это не понравилось. Свою власть и деньги они стали терять благодаря тому, что появился YouTube. Они хотят вернуть свою власть и они хотят изменить законы для того, чтобы уничтожить YouTube. Это совершенно невозможно. Это буквально диктатура. Они хотят диктировать нам то, что мы должны смотреть. Мы разные, мы пестрые, мы не хотим смотреть только то, что нам навязывают. Если вы даже дети, если вы смотрите, расскажите своим родителям, расскажите то, что нас ждет. Это всех нас коснется, абсолютно всех. Этот закон не должен быть принят ни в коем случае. Даже если вы родители, и вам кажется, а, наконец-то мы перестанем смотреть ваши рожи. Вы поймите, это наши права, мы все проиграем. Это будет дерьмо настоящее. Вы хотите смотреть телевизор? Это будет все только хуже. Это действительно не смешно, это никому не будет хорошо от этого. Я сначала, когда услышал, я смеялся, я подумал, неужели это может быть? Ну да, это действительно, они хотят точно принять этот чертовый закон. И вот какая-то кучка этих в Европейском парламенте решает за миллионы людей. И если кто-то даже пытается что-то такое говорить, другие должны послать его домой, чтобы он вообще ничего не решал. Просто непонятно, сейчас мы все разводим руками, и как бы все буквально в шоке и в панике, я бы сказал, вот эти три дня. Меня удивляет, что в русскоговорящем сегменте никто об этом не говорит. Но хотелось бы слышать ваше мнение по этому поводу. Кто говорит по-английски, напишите, пожалуйста, что вы видите в англоговорящем сегменте. Кто владеет другими языками, тоже по этому хаштегу пройдите, найдите информацию, делитесь с остальными. Ну и я даже не знаю, что сказать, возможно, нам нужно будет подготовиться к тому, что YouTube сам по себе перестанет существовать в результате вот этого жесткого закона о соблюдении авторского права. Ничего хорошего, абсолютно. Мы все перестанем общаться, мы все будем вынуждены смотреть официальные каналы. Мне трудно это представить, как и всем остальным, но сейчас, вот последние дни, только об этом и разговоров. Продолжение следует...